Вообще-то я там еще одну строчку взял, себе оставил. Это будет функция ЖЭДЛЕНК. Функция ЖЭДЛЕНК. Не потому, что она мне уж особо нужна, а потому, что я хочу, чтобы вы учились на демонстратном обсуждении. Итак, что такое ЖЭДЛЕНК? Будет все очень похоже на ЭКПАТЕНК. Количество максимально все то же самое, да? Только, господа, вот в этом месте у нас будет написано следующее. ЖЭДЛЕНК – это все то же самое, только, внимание, если оба конца входят в независимое множество. То есть, смотрите, здесь уже не имеет смысла смотреть, когда у нас, когда у нас Н меньше трех. Если оба конца входят, то для трех картинка единственная. Для четырех. Вот у меня четыре точки. Оба конца входят, а картинка тоже единственная. Для пяти. Если мы знаем, что оба конца входят, ну вообще картинка тоже единственная эксплата, по-моему, а? Разве нет? По-моему, да. Ужасно интересно. Ужасно интересно. Ужасно интересно. А для шести? Здесь картина две. А здесь картина две. Будьте добрыми. Будьте добрыми. Заполнить таблицу достаточно далеко. То есть, я то, что мы сейчас не считали с вами, даже не превышу в таблицу, между прочим, стало в чем-то легче, потому что нарисовать на двуугольник явно сложнее, чем отрезать. Советую использовать цветные карандаши или там простой карандаш, ластик. Вообще, ребята, будьте добры. Действительно. Делайте. И более того, поймите, какая экурентная форма. Подсказка. Легче всего работать с функцией G. Чуть-чуть посложнее с функцией F и, соответственно, еще сложнее с функцией B, но именно поэтому мы ее будем решать в цахном порядке. У нас G, F, B.